Добрый день, уважаемые студенты. Мы сегодня продолжаем наше занятие по новой новейшей истории Азии и Африки. Мы проходим пока занятие и тему первого модуля «Новую историю Азии и Африки». Сегодня у нас пятая тема, которая называется «Юго-Западная Азия в новое время». И те вопросы, которые мы с вами рассмотрим, это и Иран, и, конечно же, территория современной Турции, которая в то время называлась Османской империей, Афганистан, Арабские страны, Ближнего Востока. Я надеюсь, что это настолько обширная территория, что за 20 минут все не рассказать. Я постараюсь обратить внимание на ключевые моменты. И таким ключевым моментом является, конечно же, территория и история Ирана для этого региона. Потому что именно в этот период иранские государства, они играли очень большую роль в этом регионе. Нажмите на паузу, напишите тему и вопросы сегодняшней лекции. Спасибо. Что мы с вами сегодня рассмотрим? Прежде всего, когда мы говорим об Иране или Турции, конечно же, в историческом плане они не были такими, как сейчас. Если говорить об Иране, то прежде всего это, конечно же, Персия. И этот термин был основным до 30-х годов 20-го века. И только после 30-х годов 20-го века, когда окончательно Афганистан получил свой суверенитет, оно разделилось на Иран и Афганистан. Поэтому понятие Иран в тот момент, оно больше носило не этнополитические, а географические характеристики. Что представляет собой территория Персии в этот период? В новое время это прежде всего династия Сефифидов. Именно они представляли собой Иранскую империю в 16-18 веках. С 1501 до 1736 года. Именно они с краткими промежутками, когда были нечужины и народные движения, именно они владели практически всей основной территорией. Точно так же, как и китайцы, Персы это прежде всего земледельцы. В древности их так и разделяли Персы и Туранцы. Персы это мирные земледельцы, цивилизованные люди. Туранцы это те же самые иранноязычные народы, но только скотоводы, гикари и варвары, которые нападают на мирных Персов. И вот это разделение, оно сохраняется на долгое время. И понятие Туранцы потом распространяется и на тюркоязычные этносы, которые приходили в этот регион. И точно так же, как и в Китае, вот те племена, которые приходили на территорию Ирана извне, постоянно создавали свои государственные объединения. Ну, я не буду вдаваться совсем уж в древность. Одним из самых последних в позднее средневековье, это, конечно, государство Ильханидов, которое создали монголы. Вот, Тулуидская династия на территории современного Ирана. Они создали очень интересные образцы, связанные с цивилизацией, с государственным управлением. Во времена Хана Абага государство Ильханидов распространяется максимально, но все время боюют из-за территории Южного Кавказа, постоянно боюют с джучидами. И, естественным образом, все это потом привело к упадку этого государства гораздо раньше, чем джучиды. И уже в 1340-х годах, там начинается хаос, распад, который привел к тому, что джучидам пришлось, хану Джанибеку пришлось войти на территорию Ирана и устанавливать там порядок. И на короткое время территория Ирана была подчинена джучидам. Надо сказать, что фактически с этого периода, и до этого периода, и после этого периода очень большую роль на территории северного Ирана и частично северного Афганистана играли тюркоязычные племена. И наиболее воинственные и сильные туркменские племена. В русском языке оно так и обозначается. Иногда его обозначают как туркоманские. И территория северного Ирана, она всегда была территорией, где были населены в основном тюркоязычные народы. Это азербайджанцы, это туркмены, это и другие небольшие этносы, которые здесь правили бал, захватывали государственное управление, государственную власть и устанавливали свои династии. И одним из таких династий были Сефифиды. Самый первый властитель этой династии Исмаил I в 1501 году захватил власть, организовал новую династию сначала со столицы в городе, в родном городе Ардебиль. Он же перед этим разгромил тоже туркменское государство Акх Куренблу, которое было после джучидов, после того, как джучиды потеряли власть над Ираном. И постепенно захватили Нахичевань, полностью захватили территорию нынешней провинции Южный Азербайджан и фактически установили свою власть, в течение уже правления только Исмаила I установили власть фактически на всей современной территории Ирана. В письменной литературе она получила название Казылбашское государство, Казылбашское королевство, Казылбашское империе. И она очень хорошо известна казахам. Именно казахские батыры, Алпамыс, Хобланды и другие время от времени воевали с воинственными соседями Казылбашами. И вот имеется в виду, что Казылбашами это как раз времена Сифифитов, а потом чуть позже Афшаранидов. Казылбашское государство базировалось после Ардебиля в городе Тебрис. Это столица Ильханидов. Они как бы пытались воспринять на себя всю славу и мощь монгольского государства. Потом столица была перенесена в город Казвин, а потом еще и в другой очень торговый большой город Исфахан. Вот здесь, на этой территории Сифифиты создали свою уникальную цивилизацию. Такую тюрко-иранскую цивилизацию. Конечно же, иранский элемент был сильнее, чем тюркский. Они разговаривали не только на тюркском, тюркменском языке, но и хорошо знали персидский. И надо сказать, что и во времена Сифифитов, и чуть позже, во времена Надершаха и Афшаридов, на территории Ирана, ислам, конечно же, господствовал, но при этом сохранялись очень многие элементы до исламской цивилизации. И сохранился такой уникальный элемент этой культуры, как персидская миниатюра. В книгах были миниатюрные рисунки, в которых изображались и люди, и животные, вопреки исламским канонам. Следующая династия, которая принесла славу Персии, это Надершах, гроза Востока. Один из самых известных людей Востока на 18 веке. Он и является основателем династии Афшаридов. Афшариды это тоже туркменский род, из которого вышел будущий Надершах. Он был легендом при последнем сафифитском шахе Аббасе III. Ну, так же, как и практически все эти легенды, после того, как поняли, что их шах не обладает реальной властью, а визери и премьер-министры этого государства обладали реальной властью, они управляли как корпусом чиновников, так и военной властью, они захватили власть в этом государстве. По сути, особых сильных изменений не произошло. Надершах тоже считал себя туркменом. И он был из семьи пастуха, был воином. У него был хороший полководческий талант, который он совершенствовал в течение всей своей жизни. И именно Надершах в 18 веке произвел последние крупные завоевания, которые были сделаны персами в этом регионе. При этом Надершах прекрасно понимал такую особенность, что рядом находится другая держава, Османской империи, которая тоже считает себя тюркской. И Надершах неоднократно описал персидским правителям ряд писем. Вот в этих письмах, а также в ряде указов, именно при Надершахе появляется идеология пантюркизма. Надершах говорил османским правителям, османским султанам, что он тюрк, они тюрки, они не должны воевать. И он никогда не воевал с Османским империей. Практически даже не было каких-то пограничных конфликтов. Он пытался распространить свою власть, и эти попытки были достаточно успешными, на другие территории. Ему удалось захватить территорию Ирака, Багдад, Масул, крупнейшие регионы Ирака. После этого он установил свой контроль над Афганистаном, который периодически отходил от Персии, но принадлежал к региону Персии. Ему удалось установить вассалитетные отношения, практически без каких-либо крупных военных операций, с такими эмиратами, как Хива и Бухара. Вот с Хивинской операцией как раз связано то, что, когда Надиршах подошел к границе Хивы и была реальная угроза войны, Хивинцы пригласили на свой престол нашего хана Абикаира, а чуть позже его сына Нуралу. Надеются, что казахи вступятся за Хивинцев, и они смогут организовать отпор Надиршаху. Но силы Надиршаха были настолько сильными, что только демонстрации военной силы было достаточно, чтобы правительство Хивинского эмирата, чуть позже Бухарского, они признали вассалитет свой от Надиршаха. И считается, что Хивай-Бухара в 1730-х годах входило в состав государства Надиршаха. Все это привело к тому, что Надиршах удалось выйти даже на территорию южных районов современного Дагестана, то есть до северной Персии, он дошел отдельный его полководцем. А в 1739 году он прервал династию великих моголов. Он захватил город Дели, а также всю территорию Северной Едии. Таким образом образовалось обширное полиэтническое, поликонфессиональное государство, которое объединялось военной силой и оккупационными войсками Ашаха Надир. Вот этот момент, наверное, является ключевым для того, чтобы понимать, что представлял собой Иран в этот период. Я просто хочу показать известный портрет Надиршаха. Все-таки это уже 18-й век. Иранцы воевали с многими странами. У них были европейцы. И это, можно сказать, что это реальный портрет Надиршаха. Нажмите на паузу, можно приблизить и посмотреть. И во времена Сифифида, и во времена Надиршаха. Там в Иране была регулярная, большая регулярная армия, особенно во времена Надиршаха. И они были вот так вооружены. Это Козлбашские войны. Именно Козлбашские войны, не ланцы, а именно Козлбаши, трупмены, они были основной военной элитой в этом государстве. И при Сифифидах, и при Афшавидах. И именно они диктовали часто свою волю тем или иным полководцам, и даже Шаху Ирана, для того, чтобы защитить свои права. И именно они производили вот эти завоевательные войны, которые были сделаны во времена Шаха Надир. Вот таким образом мы были. Что можно сказать о территории, которая имеет отношение к Афганистану в этот период? Афганистан всегда это была территория ряда очень крупных племен. Северная часть Афганистана разделена горным хребтом. Его уже в тот период называли Афганский Туркестан. В основном там были населены чуркизычные племена. После этого в Афганистане время от времени появляется княжество, которое объединяли вот это государство. Одним из самых крупных таких княжеств было государство Абу-Саида. Это вот тот Абу-Саид, Тимурид, с именем которого связывает появление в том числе и казахского ханства. Осмамиды. Мы историю осмамидов рассмотрим чуть позже, более подробно. Потому что османское государство в этот период также переживает максимальное развитие. Особенно при Сулеймане Великолепном. И именно в 16-17 веках осмамиды производят самые большие завоевания, которые были произведены в Османской империи. Им удается дойти вплоть до Алжира, починить Ближний Восток и большую часть Северной Африки. Им удается дойти дважды, они доходят до Вены, но Вену взять не удалось. Они подчинили Сербию, они подчинили большую часть Хорватии и даже неоднократно вторгались в пределы австрийского государства. Но европейцам удалось остановить осмамидов на своей территории. Надо сказать, что и австрийцы, и осмамиды, они в тот период были как раз соперниками. В плане того, что и те, и другие, и габсбурги австрийские, и османская династия, они пытались создать империю вокруг Средиземного моря. Повторить успех Римской империи, воссоздать Римскую империю. Поэтому осмамиды, их нельзя путать с турцами, их нельзя путать с турками. Османский язык и турецкий язык, конечно, по морфологии одинаковы, но османский язык, это тот тюркский язык, насыщенный словами из фарсии, из арабского, из европейских языков. До сих пор даже при техчистках, которые были произведены во времена Кемаля, Ататюрка, несмотря на это, многие европейские слова остались в современном турецком языке. И, например, французское пардон тоже вошло в турецкий язык. Или русское слово шапка, оно в этом же значении тоже фигурирует в современном турецком языке. Это после того, как турки в 1920-х годах произведены реформу языка и алфавита, и вычищали их от многих тех слов, которые были внесены в турецкий язык из других языков. Осмониды, они именно в этот период, стараясь не конфликтовать с Ираном, смогли создать уникальную цивилизацию в тех регионах, в тех местах, где они были. Надо сказать, что вследствие того, что они были мусульманами, особых противоречий с арабскими странами не было. Более того, они легко признавали и не меняли религиозные убеждения других людей. Но для того, чтобы можно было сделать карьеру, например, христианину, нужно было перейти в ислам. И после этого этот человек мог сделать карьеру. Более того, осмониды приглашали военных специалистов из других стран. Они могли на время принять ислам и служить какими-либо военными паша или даже визерами. Субтитры создавал DimaTorzok